Светлое Христово Воскресение все ближе и ближе. Шестая, предпоследняя неделя Великого Поста, посвящена воспоминанию торжественного входа Господа в Иерусалим, куда Он шел для страдания и крестной смерти. В канун этого праздника Церковь вспоминает чудо воскрешения Лазаря. Святой праведный Лазарь и его сестры Марфа и Мария были особо любимы Господом нашим Иисусом Христом. И после того, как Лазарь умер, Господь приходит и воскрешает его. Множество людей собирается, чтобы посмотреть на это чудо, чтобы увидеть Лазаря, который умер и был воскрешен Спасителем. В этот день по церковному уставу разрешается попущение, а именно людям, которые воздерживались от скоромной пищи на протяжении всего поста, дозволяется кушать рыбную икру. Но и тут нужно помнить о мере. Чтобы самое главное мы понимали, человеку дается попущение, но он для себя должен иметь меру. Потому что человек в духовном и в телесном посте во всем должен иметь меру. Можно поститься телесно, вкушать пищу постную, но присыщаться ней, переедать ее, как мы говорим. И тогда человек так же, как и вкушая скоромную пищу, будет находиться в расслаблении, потому что от избытка пищи организм расслабляется и уже он не хочет ни молиться, он не хочет не совершать ни поклоны, ни творить никакое Божье угодное дело. В воскресенье шестой седмицы Великого Поста православные христиане празднуют вход Господень в Иерусалим. Иисус Христос пошел к пещере, где похоронили Лазаря, и после слов Лазарь из Иди передает его живого сестрам. В этот момент многие поверили и пошли за Спасителем. Люди приходили для того, чтобы посмотреть не только на Иисуса Христа, но и на того, с кем произошло чудо воскрешения – Лазаря. По преданию, когда Иисус Христос въезжал в Иерусалим, собралось много людей. Они подстилали ему под ноги свои одежды и воскресали Асана сыну Давидову. И вот мы слышим, как встречает его Иерусалим. Но буквально пройдет несколько дней, и эти же люди будут стоять и кричать – распни, распни его. Каждый из нас должен осознавать и понимать – встречая Господа, надо быть искренним человеком, надо быть Боголюбивым человеком, чтобы мы не предавали Бога ни при каких обстоятельствах. Потому что часто бывают обстоятельства меняются. Сегодня мы говорим «Господи, прости меня», «Господи, спасибо Тебе», «Господи, я с Тобой». А завтра слаживаются обстоятельства, и человек уходит от Бога. Человек не хочет быть с Господом. Человек начинает хулить Бога. Человек обижается на Бога. Мы не должны так делать. Во всех православных храмах в субботу, в канун праздника входа Господа в Иерусалим, на вечернем богослужении после чтения Евангелия совершают освящение вербы. Каждый верующий берет веточку растения и несет ее домой, где она хранится на протяжении всего года. В воскресенье эту же вербу тоже раздают прихожанам. По традиции многие люди в канун чистого четверга, как мы называем его, это великий четверг, страстной недели, люди омываются, заваривая, запаривая эту вербу. После этого человек омывает свое тело и берет этот навар, становится в какую-то емкость, это может быть миска или еще что-то, смывает на себя с молитвой «Отче наш», призывая Господа, чтобы благодать с ней сошла на человека. И потом эту водичку, эту вербу закапывают где-то в том месте, где не оскверняется это место. И вербу могут вообще-то сжечь, а воду вылить вот в такую вот ямку. Как говорят священнослужители, вербу необходимо брать с благоговением. Многие верующие оставляют веточку вербы, принесенную с храма там, где стоят иконы. И она там хранится на протяжении целого года. В праздник входа Господа в Иерусалим верующим разрешается немного упростить пост и побаловать себя рыбными блюдами. И с этого дня православные христиане готовятся к страстной седмице. Мы должны понимать, что праздник входа Господня в Иерусалим – это канун страстной седмицы. Буквально в понедельник мы уже будем со слезами на глазах просить Бога, чтобы всемилостивый Господь дал нам силы, терпения, достойно провести страстную, особенно строгую неделю и с радостью встретить праздник светлого Христового Воскресения. Елена Малыван, Анатолий Лукянчук, Бисарабия ТВ.